Я приветствую всех жителей Самары и Самарской области. Здравствуйте! В прямом эфире на телеканале Самара ГИС. Вы смотрите программу «Территория права». Прямой эфир программы «Территория права», где ведущие нотариусы города Самары отвечают на ваши вопросы. Уважаемые телезрители, тема «Наследство». Пожалуйста, звоните к нам в студию 202-11-22. Линия прямых звонков для вас открыта. И сегодня на ваши вопросы отвечает нотариус города Самары Ирина Николаевна Богатырева. Здравствуйте! Добрый вечер! Ну что же, программа наша начинает работу, уважаемые телезрители. Также периодически на ваших экранах будут появляться телефоны нотариальной палаты, сайт. Возьмите обязательно их себе на карандаш. Уверена, они вам пригодятся. Ну и также по этим телефонам нотариуса в течение недели. И после нашей программы могут вас проконсультироваться. Ну а сейчас, милости, просим к нам в прямой эфир. Мы ждем ваших вопросов, Ирина Николаевна. Начинаем в продолжении наших бесед об изменении законодательства. Расскажите, пожалуйста, о том реестре, который ведет нотариус, реестр сведений о банкротстве. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве – это федеральный инфрационный ресурс. Это не ресурс нотариуса. Данный реестр формируется за счет тех сведений, которые поступают в этот реестр. Эти сведения предусмотрены законодательством. Нотариус данный реестр не ведет, но по просьбе обратившихся лиц подает сведения в этот реестр. То есть какие сведения? Допустим, гражданин либо какая-то организация намерена заявить о себе как о банкроте. И вот эти сведения о намерении объявить себя банкротом подаются сведения в этот реестр. И вот данные, скажем так, сведения нотариус по просьбе заинтересованных лиц может подать в этот реестр. Помимо данных, скажем так, сведений, там есть еще ряд сведений, которые нотариус может подать. Но все они предусмотрены законодательством. Скажите, пожалуйста, вот этот реестр, эти сведения вам работу нотариусом облегчает или все-таки усложняет и создает какие-то дополнительные возможности? Ну, это работа. В любом случае нотариус ведет наследство, открывает наследство. И данные сведения нотариусу необходимы даже для приведения наследства. Тем более, что данный реестр, он является общедоступным, открытым. То есть получить сведения оттуда можно как нотариусу, так, в принципе, заинтересованному лицу. И, допустим, при открытии наследства необходимо узнать, какое имущество входит в состав наследства, в том числе, какие долги. По просьбе, допустим, наследника нотариус может сделать такой запрос. Но в данной ситуации, так как изменилось законодательство, нотариус не только по просьбе наследников, но и сам лично подает запрос в этот реестр. Так как изменилось законодательство, как я уже говорила, были внесены изменения в основу, в закон о банкротстве. И если есть процедура банкротства, то нотариус в данной ситуации приостанавливает выдачу свидетельства о праве наследства. То есть до окончания процедуры банкротства нотариус не может выдачить свидетельство о праве наследства. И он является как раз участником процедуры о банкротстве. То есть в чем это выражается? Нотариус помогает конкурсному управляющему, то есть сообщает сведения о составе наследства, что входит в состав наследства. делает необходимые запросы, подает сведения об этом в судебные органы, какое имущество есть. Поэтому наличие данного реестра, оно, конечно, облегчает работу нотариуса, и наследникам, скажем так, становится известно, какие сведения содержатся в данном реестре. Ирина Николаевна, я так понимаю, что это для нотариуса стало в связи с изменением законодательства обязательной процедурой, то есть кто бы к вам не обратился, вы обязательно в этот реестр делаете запрос. Только при открытии наследства, естественно. То есть не в отношении всех граждан, протившихся, а только при открытии наследства. Так как я уже сказала, в настоящее время выписывание правильного наследства напрямую как раз зависит о наличии сведения о банкротстве. Спасибо. У нас есть звонок, я предлагаю его принять. Добрый вечер, вы в прямом эфире программы «Территория права». Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу задать вот такой вопрос. Я аналит первой группы, проживаю одна, мне никто не помогает, внуки мне не хотят помочь ни в чем. Я могу сделать недостойными наследниками или как? Я поняла ваш вопрос. Вопрос о недостойности решается в судебном порядке. Там есть, скажем так, круг условий, когда не нужно решение суда. Но в данной ситуации вы можете что сделать? Оставить завещание. И в завещании указать того, допустим, либо тех людей, кому вы намерены оставить это имущество. И в этом завещании вы можете указать о том, что таких наследников, там перечисли стих фамилии, наследство, и вы их лишаете. Это будет говорить о том, что вы их наследство лишили. То есть в данной ситуации вот такой выход из положения. Это если завещание не написано. А если уже написано завещание, то его можно просто-напросто переписать? Можно написать новое завещание. И новое завещание, оно внесет изменения в предыдущее завещание, либо отменит его полностью. Зависит от того, что было написано в первом завещании. Поэтому в данной ситуации необходимо рекомендовать, что составить завещание, где указать, какое имущество кому будет завещано. И в этом завещании возможно указать о том, что наследников по закону, таких-то внуков, указать их фамилию, наследство лишают. Ирина Николаевна, вы не сказали, на мой взгляд, очень важную определяющую вещь. Написать завещание, составить завещание. Но вы не уточнили, в простой или письменной форме дома и положить его себе, грубо говоря, под подушку, либо прийти к нотариусу, официально его переписать и, самое главное, поставить дату завещания, которое будет отменить предыдущее. Так как уже неоднократно говорили о порядке оформления завещания, то по общему, скажем так, правилу, завещание должно быть нотариально удостоверенно обязательно. Поэтому, естественно, это не листочек, написанный дома, положенный на тетрадочку, а необходимо обратиться в нотариальную контору. Если, скажем так, возможности нет обратиться в нотариальную контору, прийти лично ввиду болезни, так как у нас инвалид первой группы, то можно вызвать нотариуса на дом и оформить также нотариальное завещание на даму. Скажите, пожалуйста, я просто сразу предвосхищаю вопрос от телезрителей. Очень много поступает к нам вопросов. Скажите, пожалуйста, если человек написал завещание на свое имущество у одного нотариуса, а потом по каким-то причинам написал это же завещание или переписал его у другого нотариуса, скажите, правильно ли этот ход событий? Да, это личное дело каждого гражданина. Он может обратиться к любому нотариусу, составить завещание у любого нотариуса. То есть он может поставить завещание у одного нотариуса на одно имущество, на другое имущество составить завещание у другого нотариуса, либо отменить ранее написанное завещание. В этом нет, скажем так, ничего незаконного. Это личное дело каждого гражданина. Он сам выбирает, к кому ему обращаться. А действительно будет, если мы говорим об одном и том же имуществе, то завещание, которое будет написано последним. Тем более, что в настоящее время существует единый электронный реестр завещаний. Здесь всегда можно определить, сколько завещаний гражданин сделал, у кого, и выяснить, скажем так, какое же имущество было завещано. Это не усложнеет потом розыск завещания? Нет, в настоящее время нет. Нет. Спасибо большое. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Это означает, что сейчас, в данную минуту, уважаемые телезрители, вы можете дозвониться к нам в прямой эфир программы «Территория права» и задать свой вопрос нотариусу города Самары, Ирина Николаевна Богатырева, сегодня у нас в гостях. Звоните, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Ирина Николаевна, продолжаем. При наличии, слышим, звонок примем, да, и потом продолжим разговор. Слушаем вас. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Говорите. Скажите, вот как лучше квартиру по наследству отдать детям или подарить? Как с точки зрения материальной? Можем пожилые у нас дети есть, они хорошие. Спасибо. С точки зрения материальной, наверное, я расскажу так, что при дарении вы заплатите госпошлину сейчас, при наследстве заплатите госпошлину в дальнейшем, при оформлении наследства. Здесь нам все-таки надо говорить больше, наверное, не о материальной точке зрения, а о правовой. То есть если будет квартира продаваться по наследству, то, естественно, владельцы квартиры до конца своих дней остаются владельцами квартиры. При дарении квартира переходит в собственность уже того, кому подарили. Нужно сходить из чего? Налог на квартиру, то есть здесь какая может материальная составляющая? Оплата коммунальных платежей, предоставление каких-либо льгот. То есть если, допустим, пенсионер у нас сейчас, проживая в квартире, имея ее в собственности, освобождается от уплаты налога за квартиру, то если квартира будет подарена другому лицу, то, соответственно, будет налог на квартиру, который у нас бывает раз в год, налог на собственность. Немножко неправильно выразилась, налог на собственность. Поэтому здесь, конечно, надо все рассчитывать и принимать решение, стоит ли отказываться от льгот, которые дают государство в настоящее время, собственнику квартиры. Спасибо, Ирина Николаевна. Дозванивайтесь к нам, продолжаем наш разговор. При наличии долгов у наследодателя, если вдруг процедура банкротства не запущена, Ирина Николаевна, нотариус может выдать свидетельство? И каким образом в свидетельстве как раз и отражается факт наличия у наследодателя долгов? Да, действительно, процедура банкротства может быть не запущена, долги могут быть. В настоящее время по просьбе наследников нотариус может сделать запрос в центральный каталог кредитных историй. Есть такой каталог. Нотариус по просьбе наследника может сделать запрос в данный каталог. По средствам, у нас есть система, мы уже говорили об этом неоднократно, система нотариата информационная. Это совершенно бесплатная процедура. Нотариус запрашивает данный каталог и получает сведения о том, есть ли какие-либо долги у наследника. И сообщает об этом наследникам. По поводу того, что отражается ли это в свидетельстве о праве наследства. Если, скажем так, мы узнали о том, что есть такие-то долги, наследник поставлен в известность, то он либо вступает в наследство, скажем так, и получает свидетельство о наследстве, либо отказывается от него. При получении свидетельства о праве наследства сведения о долгах не вносятся в свидетельство. То есть само наличие долгов не является препятствием для получения свидетельства о праве наследства. В данной ситуации кредиторы имеют право обратиться либо в дальнейшем в суд к наследникам для взыскания долгов, либо, допустим, подать требование при открытии наследственного дела по закону, возможно, заведение наследственного дела не только по заявлению наследников, но также и по заявлению кредитора. То есть порой бывает так, что кредиторы опережают наследников, открывая наследственное дело. Нотариус знакомит с наличием требования кредитора о взыскании задолженности. Наследники решают сами. Либо они решают этот вопрос по-хорошему, не доводя дело до суда, либо в дальнейшем разбираются уже в суде. Но, опять же, наличие претензий кредитора не является причиной для отказа выдачи свидетельства о праве наследства. Только если кредиторы обратятся в суд, и суд вынесет определение о приостановке выдачи свидетельства о праве наследства, тогда в данной ситуации нотариус не будет выдавать до тех пор, пока не будет рассмотрено дело в суде. Но здесь необходимо отметить, что наследники отвечают по долгам наследодателя, как мы уже неоднократно говорили, отвечают не своим имуществом, а только тем, которые получат по наследству. То есть в пределах той стоимости наследственного имущества, которую наследник получает, но не своим. Да, ну и опять же, если они соглашаются принять это наследство? Ну, естественно, да. То, что наследник выбирает сам. Насилие никто не заставляет принять это наследство, даже если есть долг. Если, допустим, запросили Центр кредитных историй и получили информацию, что там долги превышают стоимость наследственного имущества, то, естественно, наследник принимает решение принимать ему наследство, либо отказаться. Срок для принятия наследства и отказа 6 месяцев. То есть, допустим, если наследник сначала заявил о себе о том, что он желает принять наследство и получить свидетельство о праве наследства, то в течение 6 месяцев, получив сведения о том, что есть долги, и долги немалые, наследник может отказаться от наследства. Но, опять же, это срок до течения 6 месяцев. Спасибо. Принимаем ваши звонки, уважаемые телезрители. У нас есть дозвонившиеся. Алло, говорите, вы в прямом эфире. Алло, добрый вечер. Добрый. Вот интересует вопрос, что с 1 января передали, что сделают нотариус. Вот интересно, протедура оформления, как все это будет происходить, и какие сделки именно передали. А что передали? Понятен вопрос, Ирина Николаевна? Конечно, да, да. Вы уже говорили тоже об этом. С 1 января действительно есть те сделки, которые... ...по данному удостоверению, сделки с недвижимостью. То есть это те сделки, которые касаются продажи недвижимости, то есть доли недвижимости. То есть, допустим, это доля квартиры, либо это комната, которая находится в долевой собственности. Продажи земельной доли подлежит нотариальному удостоверению. Все сделки, где стороной являются дети несовершеннолетние, либо недееспособные, также подлежит нотариальному удостоверению. Ничего страшного в этом нет. Процедура такая же, как она была и ранее, кто обращался к нотариусу. Необходимо обратиться к нотариусу, к любому нотариусу. Если это недвижимое имущество, либо там земля, то, естественно, вы обращаетесь к тому нотариусу, где находится данная имущество. То есть, если это квартира городская в Самарске, то, естественно, нотариусы города Самары. Если мы говорим о земельной доле, то там, где находятся данные земельные доли. Обращайтесь к нотариусу, подъявляйте документы, которые у вас есть на имущество. Нотариус запрашивает необходимые документы, то есть выписку из ИГРП и то, что необходимо, скажем так, еще к сделке. Если это касается детей, то вам необходимо обязательно представить разрешение органов опеки, то есть постановление о продаже доли несовершеннолетнего. Если это продажа доли в недвижимом имуществе, то необходимо представить отказ со собственников об отказе от правопреимущественной покупки. Либо сначала известить их через нотариуса о том, что вы намерены продать долю. Также обращаю внимание на то, что в жилищном кодексе предусмотрено очень интересное такое условие, что при продаже квартиры все долги по капитальному ремонту, который мы обязаны с вами платить, переходят на покупателя. Поэтому в настоящее время либо, скажем так, продавец гарантирует покупателю, что таких долгов нет, но для читателей сделки необходимо противить, конечно, справку. Она берется очень легко и быстро, ее выдает, а то, что такие долги отсутствуют. А далее нотариус запрашивает необходимые документы, а сам означает вам время для совершения сделки. И также по желанию сторон, пожалуйста, ваша сделка может быть зарегистрирована нотариусом. Вернее, не сделка, а переход права будет зарегистрирован нотариусом, и нотариус получит документ, необходимый для продавца. Спасибо большое, Ирина Николаевна, за такой подробный ответ. Я же обращаю ваше внимание, уважаемые телезрители, на телефон нотариальной палаты, на сайт нотариальной палаты, где, конечно же, есть все новости законодательства. Вы можете ознакомиться с ними. Ну и, конечно, можете задать вопрос специалистам, посмотреть интересующие вас вопросы. Телефон нотариальной палаты возьмите себе на заметку. Ну и мы продолжаем разговор в прямом эфире. Вы можете нам позвонить и задать вопрос не только о наследстве, о брачном договоре. Ну, если у вас есть вопросы, собственно, к нотариусу. Ирина Николаевна, как наследники узнают о долгах наследодателя? Ну, как я уже говорила, значит, необходимо, если есть такое желание, то по запросу наследника нотариус может сделать запрос в реестр, в федеральный реестр. Вот, и получить такую информацию. То есть, обводились препятствия? Да, 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 это во-первых. Если, скажем так, они внесены туда. А также узнают, каким образом. При, скажем, обращении к нотариусу, если кредиторы обратились уже ранее, то в наследственное дело поступает, естественно, запрос кредиторов. Нотариус знакомит обязательно с этими запросами, требованиями кредиторов. Таким вот образом происходит. Спасибо. Есть звонок на линии. Вы в прямом эфире. Добрый вечер. Говорите. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Геннадьевна беспокоит. Скажите, пожалуйста, на момент приватизации квартиры, Ирина Николаевна, вот непонятный мне момент, квартира была приватизирована на меня и на внука. Но на момент приватизации также была прописана точка. Скажите, есть необходимость на свою долю писать завещание или по закону это распределиться в разных долях? Сколько у вас детей? У вас детей сколько? Один. Один ребенок. Я плачу на ваш вопрос. Значит, наследники в первую очередь это дети, супруги, родители. Поэтому в вашей ситуации писать завещание не нужно, если у вас одна дочь. Она является вашей наследницей по закону. Внуки наследуют только в том случае, если не будет живых их родителей, по праву представления. Поэтому в вашей ситуации, в вашей доле перейдет в собственность вашей дочери по наследству. Спасибо за ваш ответ и спасибо за ваш вопрос. Дозванивайтесь, пожалуйста, уважаемые телезрители. Прямой эфир программы «Территория права». Ирина Николаевна, должен ли отвечать по долгам переживший супруг наследодателя? Если да, то какой долей своей ли? В любом случае, если супруг является наследником, то он, естественно, отвечает также по долгам. Здесь необходимо что отметить? Есть у нас с вами семейные задатели, которые определяют доли супругов. То есть все имущество, приобретенное в браке с супругами, является их совместной собственностью. И если мы с вами обратимся к закону, то доли эти считаются равными, если они не изменены брачным договором. Поэтому при открытии наследства всегда определяется сначала доля супруга. То есть одна вторая идеальная доля – это его. Если он является наследником и не лишен наследства наследодателем, если он не имеет права на обязательную долю и прочее, то он отвечает тем имуществам, которые переходят ему по наследству. То есть он отвечает именно тем имуществам, что переходят ему именно по наследству. Спасибо. Ну что же, у нас есть очередной дозвонившийся. Уважаемый телезритель, мы вас слушаем. Говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, подарственно можно передать ребенку оформить деньги? Подарственный. Я поняла ваш вопрос. Да, можно подарить в том числе и деньги, но здесь необходимо отметить, что есть ли смысл их дарить и для чего вы их дарите. Скажем так, ранее был такой договор, распространен очень, когда дарили деньги. В дальнейшем на деньги, допустим, указывали, что дарят деньги на покупку квартиры. В настоящее время, если мы обратимся к закону, то договор дарения, какой у нас с вами, безусловный, безвозмездный, подарили, скажем, деньги за средства и все. Поэтому подарить деньги можно, но надо иметь просто в виду, что от этого не зависит потом в дальнейшем собственность, скажем так, которая будет покупаться на эти деньги. Как распределяться этим средствами? Да, а дальше, скажем так, уже собственник этих денег, уже как он будет им распределяться, это как бы его личное дело. Спасибо. Что же, следующий вопрос. Правили наследник, принявший наследство, но потом узнавший, что есть долги, от него отказаться? В праве, если не истек срок оформления наследства. То есть, если наследник принял наследство, но шесть месяцев еще не прошел с одни открытия наследства, то он вправе отказаться от наследства в этот срок. Пожалуйста, это его право. И даже если один день прошел, все равно уже считается? Ну и срок закончился, то все, естественно. Но вот обратная, скажем так, история уже невозможна. То есть, если наследник отказался от наследства, допустим, передумал, то уже принять наследство он уже не может. В течение шести месяцев? Да, да, да. Спасибо. Продолжаем прямой эфир программы «Территория права» 202-11-22. Телефон на прямого эфира. Дозванивайтесь, пожалуйста, к нам, уважаемые телезрители. Есть еще время, чтобы задать свой вопрос, поконсультироваться в прямом эфире программы «Территория права». Ирина Николаевна Богатырева отвечает на ваши вопросы. Ирина Николаевна, есть звонок? Слушаем, алло. Алло. Говорите. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мы пожилые люди. Есть ли только один из нас? Бавьте, пожалуйста, звук телевизора. На второго. Надо как-то оформлять наследство вторую половину. Спасибо. В случае смерти одного из супругов открывается наследство. Если вы проживали вместе, проживаете вместе по одному адресу, ведете совместное хозяйство, то это подтверждает то, что наследство вы фактически принимаете. То есть фактически наследство будет уже принято, и оно считается уже собственностью наследника с момента открытия наследства, если он его принял. Поэтому само оформление, скажем так, это, ну, как бы ваше желание. Если вы желаете, да, вы можете обратиться к нотариусу и оформить сразу, ну, через 6 месяцев, в течение срока, свидетельство о праве на наследство. Ну, скажем так, если вы наследство фактически принимаете, то, в принципе, вы можете это не оформлять. То есть это как бы ваше право. Единственное, обращаю внимание на что. Так как меняется законодательство, меняются требования к документам, поэтому, возможно, исходя из этого, все-таки лучше оформить. Так как, вот, допустим, если обращается человек, который у современные документы уже на имущество, то, естественно, там меньше документов собирать надо, меньше справок запрашивать. А если, скажем так, документ там 90-х годов, то порой бы нотариус не всегда может сам запросить эти документы. Поэтому приходится тогда наследникам что-то брать самим, собирать какие-то документы сами. Спасибо. Продолжаем общение в прямом эфире. У нас есть звонок. Говорите добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такая ситуация. У меня мать умерла, а с ней была прописана дочь, то есть внучка. Квартира социального найма. Вот если привитивировать ее, имеем мы право сейчас ее продавать. Или там какие-то вот были новые моменты в законодательстве, что в какой-то период не имеем права продавать. Я поняла вас. Спасибо. В настоящее время, пожалуйста, вы можете квартиру приватизировать, так как квартира была по социальному, наследство здесь не открывается. Здесь идет приватизация. То есть она будет идти как раз вот на внучку. В дальнейшем это право ваше, когда вы будете квартиру продавать. Вопрос в том, что мы уже как-то поднимали этот вопрос, в том, что изменился порядок взимания налога с продажи, когда имущество менее там с каких-то лет. Да, но сейчас изменился закон, сейчас установили пять лет, но исключение сделано для квартир, которые подарены были, которые были получены по наследству, которые были приватизированы. Вот здесь идет исключение, там остался тот же самый срок, три года. То есть продавать вы можете, это ваше право, но в любом случае просто вы имеете в виду, что у вас там будет налог с продажи. Спасибо большое, Ирина Николаевна. Я предлагаю перейти к вопросам от телезрителей, которые в течение недели к нам поступали, но прежде чем мы это сделаем, я попрошу вас подвести резюме нашему разговору. То есть важные моменты о принятии наследства при банкротстве, объявлении банкротства. О чем мы с вами сегодня говорили? Ну, при открытии наследства в настоящее время нотариус обязан запросить сведения с этого ресурса федерального о наличии банкротства. Причем это как при открытии наследства, так и в почти 6-месячного срока. Если сведения о банкротстве имеются, то нотариус приостанавливает вычисление о праве наследства до окончания процедуры банкротства. Причем бывают разные, допустим, ситуации. Нотариусы в настоящее время могут объявить банкротом и после смерти гражданина. То есть, допустим, при открытии наследства таких сведений не было, нотариус скрывает дело, а уже в течение этого 6-месячного срока умершего признают банкротом. Тогда нотариус получает такие сведения, естественно, вычисление приостанавливает до тех пор, пока не будет закончить процедуру банкротства. Если наследники желают узнать не о своих долгах наследодателя, то по просьбе наследника нотариус сделает запрос в рейсеркредитных историй, получает оттуда сведения и сообщает об этом наследнику. Конечно, они там внесены. Спасибо большое, Ирина Николаевна, за подробное раскрытие этой темы. Если у вас есть звонки и вопросы по данной теме, пожалуйста, дозванивайтесь к нам в студию. У нас есть еще время. Принимаем звонок. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Говорите. Скажите, пожалуйста, может ли наследник первой очереди опротестовать завещание? Спасибо. Я поняла ваш вопрос. Обратиться в суд имеет любой наследник, наследник первой очереди. Просто здесь единственное необходимо, что отметить. Допустим, если есть право на обязательную долю, то есть если есть наследники, в первую очередь, которые являются инвалидами, пенсионерами, то они имеют право на обязательную долю, скажем так, и без суда, нотариус определяет ее в соответствии с законом. Если, скажем так, у вас есть какие-то сомнения в действительности завещания, то вы можете, естественно, обратиться в суд и дальше будет принимать решение суд. Такое право есть у каждого гражданина. Спасибо, Ирина Николаевна. Вопрос от телезрителей. Умер отчим, по документам не родственник, живет в Самаре. Завещание на имя внука, живет в Тольятти, на все имущество. Часть имущества в Самаре, часть в Тольятти. Вот как правильно вступить в права наследования, пожалуйста, объясните пошагово. Наследство открывается там, где проживал гражданин. То есть независимо от того, где находится имущество, в Самаре, либо в Тольятти, в данной ситуации, обращаться необходимо к нотариусу города Самары, открыть наследственное дело, сообщить ему о том имуществе, которое входит в состав наследства. Дальше нотариус сделает запрос самостоятельный, который необходим. Ирина Николаевна, а если имущество, ну вот, можно так сказать, разбросано, да, по территории области, возможно, России, такой есть, разных городов. Скажите, пожалуйста, вот это как-то замедляет процесс его оформления, принятия, врачу свидетельства? Давайте им говорить о том, что срок для наследства шесть месяцев, да, и за эти шесть месяцев можно сделать запрос куда угодно. То есть если обратились вовремя, скажем так, к нотариусу, не в конце срока за одну неделю, то, естественно, нотариусу достаточно времени, чтобы сделать везде запросы. А если обратиться в последний день к нотариусу и потом там предъявить документы на десять объектов, естественно, требуется время, тем более, что у нас отвечают все по-разному организации, кто-то отвечает, как положено, за сутки, кто-то отвечает в течение десяти дней. Есть, когда по месяцу нотариусу не может получить ответ. Поэтому надо исходить из того, что обратиться к нотариусу все-таки более-менее, чтобы остался срок до течения шестимесячного срока, вот, и сделать необходимый запрос. А вот любопытно, можно ли увеличить срок принятия наследства? Если да, то в каких случаях, Ирина Николаевна? Или бы, в принципе, невозможно? Нет, ну, есть срок, для которого установил закон, шесть месяцев. Если, скажем так, какая-то причина уважительная у гражданина есть там в случае болезни, то, естественно, он может обратиться в суд, и суд, скажем так, уже... Только в судебный порядок. Только в судебный порядок, да, да, да. Либо, скажем так, когда есть другие наследники, которые приняли наследство, они могут подать заявление о включении его в число наследника. Спасибо. Время наше заканчивается. Мы принимаем последний звонок с сегодняшнего эфира. Добрый вечер. Говорите, лаконичнее, будьте любезны. Алло. Будьте любезны. Я должна говорить? Вы, конечно. Мы слушаем вас. Я хочу вам задать вопрос такой, что положил я деньги в кассе на дочь, завещание сделала на нее в кассе, оформили. Нужно еще нотариусам завещание оформить это, заверить, или не надо такое? Нет, нет. В данной ситуации не требуется дополнительного завещания. В соответствии с законом вы имеете право сделать распоряжение на деньги, в том числе и в банке. Оно имеет такую же силу в случае открытия наследства. Часть денег, которые подсмотрены законом, она получит по завещанию сразу, а все остальное будет оформляться уже в порядке наследия у нотариуса. Но дополнительного подтверждения у нотариуса такое завещание не требует. Спасибо. Ирина Николаевна, еще такой вопрос. Имеет ли право на наследство квартиры деньги опекун, который является родственником опекаемого? У нас нет такой категории наследника, как опекун. У нас есть наследники по закону, которые в порядке очереди вступают в наследство, первое, второе и так далее. Если опекун является наследником первой очереди, вступает в наследство по закону, тогда, скажем так, он имеет право. Если, скажем так, он просто является опекуном какой-то очереди наследником, который не призывается к наследству, естественно, опекун, как таковой, не является наследником на это имущество. Спасибо большое, Ирина Николаевна. Что же, время нашей программы истекло. Я хочу сказать вам огромное спасибо за раскрытие подробной темы. Хочу сказать спасибо всем нашим участникам программы «Территория права». Спасибо, что вы к нам дозваниваетесь. Хочу вам сказать, чтобы вы следили обязательно за нашей программой, потому что смотрите анонсы и дозванивайтесь к нам в прямой эфир программы «Территория права». Сайт нотариальной палаты также периодически появлялся на ваших экранах. Ну и телефоны редакции. Если у вас остались вопросы, но время нашей программы уже подошло к концу, вы можете оставить обязательно эти вопросы в нашей редакции. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Территория права». Еще раз спасибо, Ирина Николаевна, вам за участие. Всего хорошего. До свидания и будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok